Глагол быть Я Елена В русском языке глагола нет В английском же мы скажем Я быть Елена Итак, глагол be в чистом виде Вы в предложении не встретите Он у нас будет изменяться Изменяется он в соответствии с местоимениями Посмотрим на местоимение Местоимение I Всегда пишется с большой буквы Это местоимение я Местоимение you You это ты, вы We, мы, they Они Еще раз I, you, we, they С местоимением I Глагол be изменяется на m С местоимениями you, we, they Глагол be изменяется на are То есть я, быть, вы, быть, мы, быть, они I am, you are, we are, they are Давайте напишем пример Плюсик Плюсик Утвердительное предложение Я, Елена Я, быть, Елена I am Helen I am Helen Я, быть, Елена Мы можем написать это кратко I am Здесь вот У нас прячется глагол am I am Вы можете употреблять две формы I am Helen Или I am Helen Неважно, как хотите Но, естественно, в разговорной речи чаще всего мы будем употреблять сокращенные формы Например, I am You are Tom You are Tom Вы, быть, Tom Уже с местоимением you, ты или вы, глагол be изменился на are Также мы можем написать это в краткой форме You are You are Вот здесь вот у нас с вами прячется are You are Tom You are Tom К этому глаголу мы с вами добавляем частичку not Частичку не For example I am not Kate I am not Kate Я не Kate Вот глагол be Emma Частичка not I am not Kate You are Not Tom Вы не Tom Вы не быть Tom Вот глагол be Are Частичка not Также мы кратко можем написать Aren't То есть существует две формы сокращения Are not You are not Либо же aren't И то, и то верно Выбирайте, что хотите Окей, следуем к вопросу Чтобы задать вопрос Вы Елена Вы Tom Мы выносим с вами глагол be на самое первое место Глагол be у нас изменяется на am и на are Ставим их на первое место Например, вы том Вы том Какое мы выберем глагол? Am или are? Мы выберем are, потому что у нас местоимение вы You Ставим глагол be на первое место Are Кто? Вы You Tom Are you Tom? Вы том? На самом деле, чтобы вам было еще проще Мы можем взять утвердительное предложение Где мы скажем You are Tom Вы быть том И просто поменять местами глагол be и местоимение Получим вопрос Are you Tom? Из предыдущих диалогов самого первого урока Мы с вами встречали такую фразу Am I late? Am I late? Быть ли я опоздавший? Очень смешно, но late это прилагательное То есть это не глагол опаздывать Это прилагательное опоздавший Дословно мы скажем Быть ли я опоздавший? Смотрите Ставим глагол be Так же, как я вам и сказала, на первое место Здесь он у нас am Потому что уже местоимение и я То есть просто глагол be поменялся Are you Tom? Am I late? Я опоздал, скажем, и красиво на русском Но правильно это Быть ли я опоздавший? Окей Теперь, как же нам ответить? Да или нет? На самом деле, конечно же, мы можем говорить кратко Yes or no Можно Но чтобы показать уровень ваших знаний Мы же будем с вами говорить правильно, грамматически Давайте Какая же у нас с вами схемка? На первом месте, в кратком ответе В ответе да или нет Мы будем употреблять yes or no Да или нет В зависимости от того, что хотите вы сказать Далее, на втором месте вы употребляете местоимение Вас спрашивают вы То Вы говорите про себя Да Я I И далее следует первое слово из вопроса Смотрите Здесь у нас are Здесь у нас am Но I это глагол be И am это глагол be Он просто разный Здесь am, здесь are Потому что у нас разные местомения Здесь are И здесь you Но Всегда в кратком ответе да или нет На третьем месте у нас будет стоять первое слово из вопроса Are you Tom? Yes, I am Если мы говорим no То просто добавляем частичку no для отрицания Я думаю, что вы все это сможете усвоить Для закрепления давайте сделаем несколько упражнений Итак, как вы видите, здесь у нас с вами несколько предложений В пропуске нам нужно с вами вставить нужный глагол be Давайте посмотрим на предложение Hello I Alex What's your name? Hi I Пропуск Анна Нужно вставить глагол be I I Глагол be будет изменяться на M Hello I'm Alex What's your name? Hi I'm Anna Very good So, the next Далее You Пропуск In room 1 Okay Thank you Вы, соответственно, быть в комнате или номере 1 Окей Ладно Thank you Спасибо You You Are You Are Быть В комнате 1 Окей Thank you Very good Еще несколько предложений Так же давайте сделаем их вместе Hello You Ella No I Not I En Здравствуйте Вы Ella Обращаем внимание Вопросительное предложение Значит, на первое место выносим глагол быть Так как у нас здесь с вами местоимение you То глагол be изменится на are Are you Ella? Are you Ella? Говорят No I I I Am Not Нет Я Нет I Соответственно Am N Здравствуйте Быть ли вы Ella? Нет Я не быть Я быть Она Далее Далее You In Класс 1 Соответственно быть ли вы в классе 1 Вопросительное предложение значит на первое место мы будем ставить глагол be С местоимением you он изменится на are Are you in class 1? No I Not No I Am Not Нет Я не быть В классе 1 I In Класс 2 I Am Я быть в классе 2 Следующее, третье предложение Тоже у нас вопросительное You been Вы been На первое место выносим глагол be Который изменяем на are Are you been? Yes I Am Nice to meet you Приятно познакомиться Sentence 4 Четвертое предложение I late Я опоздавший Быть ли я опоздавший? Am I late? Yes You Да Вы быть опоздавший? Yes You Are Okay So these were the exercises Это было несколько упражнений для закрепления глагола be English Славится своим сложным произношением На самом деле для того, чтобы мы правильно с вами произносили те или иные звуки Мы просто должны изучить некоторую транскрипцию Изучить некоторые звуки Итак, сегодня мы с вами изучаем три звука Вот в таких вот скобочках мы с вами рисуем звуки Это все звуки Х О О Х О О Это не буквы, да Это еще раз это звуки Мы их учим для того, чтобы потом нам правильно, красиво произносить некоторые слова И красиво с выражением читать тексты So, the first sound Самый первый звук Это звук Х Х Х Хаус Х Букавка H Вот такая вот буквы H Она практически всегда дает нам звук Х Следующий звук Рисуем вот так вот Это звук О О О Буква O Нам дает звук О Не всегда, но очень часто О Phone No Okay Hello Hotel Следующий звук Рисуем его вот так вот Он очень схож на букву D Но это еще раз, да Это не D Это краткий звук О О О О О Клок Часики Клок Not Sorry Copy Мол Краткий звук О Буква O Нам может давать два звука О Или О О Или О Далее мы с вами изучим Когда и какой звук дает буква О So, now let's listen Сейчас давайте мы с вами это все еще раз прослушаем Х О О So, listen and follow Послушаем и следим 1.10 House H Hello Hi Harry Hotel Phone O O No Okay Hello Hotel Clock О Not Sorry Coffee Moody Moody One Point So, let's repeat Давайте еще раз повторим звуки и слова H House O Phone O Clock Итак, сегодня был очень продуктивный урок Мы с вами изучили грамматику Мы изучили глагол B с местоимениями I You We They А также мы начали изучать с вами транскрипцию Неотъемлемую часть нашей прекрасной, красивой, правильной английской речи Мы изучили с вами три звука H O O Итак, увидимся с вами завтра До скорого Очень приятно было с вами работать So, have a very nice day See you soon Goodbye